Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас в Макдональдс. Очень уж мне захотелось булочку с макчикеном. Десерт. Кстати, десерт теперь уже другой. Раньше было наполовину с творогом, наполовину с ягодным вот этим вот пюре, а сейчас просто с ягодным пюре. Давайте приступим с наггетсов. Сырный соус. Как же я люблю все это. Это прям очень вкусно. Нашла интересный вопрос под своим старым видео. Поэтому у меня иногда бывают такие моменты, когда я смотрю свои старые видео, я просто балдею от того, что я говорю и просто сопоставляю все это. Например, вчера смотрела свой мукбанг. И там я говорю про то, что мне не понравилась квартира. Мне хочется самой себе сказать Айка, ровно через месяц ты купишь себе хату. У меня такое ощущение, что я из будущего смотрю на себя. То есть, ну как, так и есть по факту. Офисаная задает вопрос. Офисан, тебе огромный привет. Видимо, азербайджанка. Здравствуйте, Айнур. Когда мне пишут в комментариях Айнур, мне как-то сразу так резко непривычно. Такое ощущение, что кто-то из родственников пишет. Ну, в общем. У меня даже мама называет меня Айкусик. Так что я уже привыкла. Так вот, в общем, вопрос. Очень хочу так же, как и ты, делать маникюрчик и гейлак дома. Но не знаю, с чего начать. На какие курсы пойти, какие средства купить. Было бы интересно, если бы ты рассказала подробно об этом. Подробно об этом есть отдельное видео на моем канале. Вы можете поискать. Насчет ногтей. Я довольна. Мне нравится. Хотя некоторые пишут, что там что-то криво, косо. Я получаю огромный кайф, когда делаю сама себе ноготочки. Мне это очень нравится. Нравится весь процесс. И это не только в целях экономии. Ну и в экономии тоже. Удобно. Когда захотела, взяла, поменяла. С чего я начала? Я пошла и обучилась этому. Но вам я не советую это делать. Потому что все, что мне говорили на обучении, вся эта информация вот прям целиком и полностью есть в Ютьюбе. Если у вас что-то не получается, например, так равномерно нанести гель и все дела, это все с опытом. То есть сразу ни у кого не получается. Надо набивать руку. Если вы собираетесь на профессиональном уровне этим заниматься, мне кажется, долгое время надо делать знакомым. Там, не знаю, в Инстаграме открыть страницу. Там, не знаю, гель, лак бесплатно. Пока вы не набьете руку. Сейчас я безумно счастлива, что я делаю эту процедуру сама. И, блин, и дизайн. И все-все-все есть в интернете. Насчет материалов, вот я вам не советую экономить на материалах. Даже цветные покрытия, цветные гель-лаки. Одно дело, вы будете их наносить в один слой, а другое дело, тратить свое время, нервы. Это сложнее наносить в 4 слоя. Поэтому лучше сразу брать качественные гель-лаки. У меня не очень качественные. Ну, просто мне жалко их выбрасывать, поэтому я их использую. Ну, так неплохие, да, середнячки, так скажем. Самые прям дурацкие я уже выбросила. Бабушка вообще говорит, в их время вообще не было салонов. То есть все как-то наряжались сами по себе, и при этом выглядели просто обалденно. Смотрю на фотографии, вот эти старые черно-белые. И реально некоторые девушки выглядели настолько классно, ну, по тем временам, да. Возьми себе мощную лампу. Все, что говорят в ютубе мастера ногтевого сервиса. Так что, опять решать тебе. Но если ты чисто для себя, мне кажется, ходить на курсы, получать эти сертификаты, платить огромные суммы денег, нету смысла, столько информации просто бесплатно в просторах ютуба. И всего-то навсего надо просто посмотреть рекламу, чтобы получить бесплатно такой объем информации. Для меня, кстати, немножко не доходит. Некоторые блогеры продают какую-то информацию. Например, купи у меня курс, как правильно краситься. И при этом девушка не визажист абсолютно. Сама всегда в прямых эфирах говорит, что я краситься не умею, при этом продает свой гайд. Я не против. Но я не против, когда это делают профессионалы. Но я сама никогда не покупаю. Потому что вся эта информация есть в открытом доступе. Смотри, не хочу. За просто внимание зрителя борется столько блогеров. Не то, что уж заплати мне, я тебе кое-что расскажу. А что расскажу, я не скажу. Ты сначала заплати, потом узнаешь. В общем, непонятный какой-то замкнутый круг получается. Следующий вопрос. Привет, Айка, приятного аппетита. Безумно аппетитно кушаешь. Спасибо огромное. Дальше вопрос. Вот мне интересно, когда тебя спрашивают, что ты отвечаешь, где ты работаешь, говоришь ли ты сразу о том, что ты блогер, или рассказываешь про свою строительную компанию. Я бы, например, с удовольствием, имея такую аудиторию, всем бы кричала, что я блогер. Изначально я тоже так думала, если у меня будет там аудитория, не знаю, 10-15 тысяч, я уже всем буду кричать о том, что да, я блогер. Но сейчас у меня нету такого желания. Это когда люди меня спрашивают, где ты работаешь. Во-первых, мне не нравится этот вопрос. Это немножко настораживает сразу. Мне кажется, нормально, если человек тебя спрашивает, например, о твоих увлечениях. Возможно, спросит у тебя, как ты сделал ту или иную процедуру, где ты купил какую-то вещь. Ну, в общем, мне не нравится, когда меня спрашивают, где ты работаешь, сколько ты зарабатываешь, не знаю, какие такие подробности. Например, ты водишь машину, тебя спрашивают, а какая у тебя модель, а почем ты ее купила, да? К нам однажды приехали бабушкины родственники. Я их видела в первый раз в жизни. И одна из этих родственниц очень боялась лифта, то есть у нее была какая-то фобия, и мы спускались по лестнице. В общем, эта женщина начала мне задавать вопросы, а почему мы купили квартиру? А она в ипотеке или нет? А на кого она оформлена? Это, знаете, на что было похоже иногда? То, что ты хочешь спросить у родителя, спрашиваешь у ребенка, думаешь, что ну, ребенок не проболтается, что я у него это спрашивала. И ответит на все вопросы, которые меня интересуют. Но проблема в том, что мне тогда было, не знаю, там, 19. То есть я не была ребенком. Или был случай, я не помню, я вам рассказывала или нет. Я работала в строительной компании. У нас там была девочка в соседнем офисе, так бы работала, и мы просто на кухне постоянно с ней виделись. И, в общем, она лисгинка, я лисгинка. Сначала там общались просто на кухне, потом начала переспрашивать, там, есть ли у меня парень, и все такое. Я сказала, нет, откуда парень нету, конечно. В тот период у меня не было никого. Была одна одиношенька. Ну, в общем. Потом она начала рассказывать про своего брата, что вот как раз мы ищем для моего брата невесту. Для меня сразу как-то стало непонятно это. почему брат сам не может найти себе девушку, что родители подыскивают. то есть у меня сразу уже о молодом человеке впечатление уже не сложилось. То есть, если ему невесту ищут где-то там, родственники, неважно сестра, мама. Ну, это так себе, я уже не рассматривала. В общем, в один из дней я сижу на кухне, приходит женщина и такая, говорит, а я мама. Вашей подруге. Я уже поняла, почему она пришла. Хотела со мной познакомиться, что если я понравлюсь ей, она познакомится со своим сыном меня. Ему показали мою фотографию, типа я ему понравилась. Женщина начала мне задавать очень странные вопросы. А вы в боку там снимаете или вы живете там? Снимаете, то есть, или своя квартира? Я говорю, своя квартира. Ну, у вас трешка, да? Я такая, ну да. Вообще сейчас, говорит, квартиру купить очень сложно. Так, знаете, тонко намекает и такая, говорит, вот вы в ипотеку брали или наличную? Ну, я-то не дурочка. Меня очень настораживают эти вопросы. Вы знаете, она эти вопросы не подряд задает, а просто рассказывает что-то и просто по теме, типа, вопросы дает. Ну, у тебя брат, говорит, в России, в тот период папа был здесь. У вас в России, наверное, жилье есть, да? Чтобы брату там жить. Ну, ты знаешь, мне кажется, человек, который вырос в России, уже здесь жить не захочет. Наверное, брат, скорее всего, там останется, да? И жилье тем более у него там есть. Она уже сама себе делает какие-то выводы. Я так сижу ее, слушаю. Я понимаю, просто хотят выяснить мое материальное положение. То есть, если, например, она возьмет меня замуж за своего сына, что она от этого союза получит? мне сразу она не понравилась. Не понравились ее вопросы. Если человек хочет жениться на мне и спрашивать, есть ли у тебя квартира, что тебе достанется в наследство от родителей, то этот человек сразу меня не устраивает. Вот. Причем я не спросила, а где ваш сын работает? А сколько он зарабатывает? Поэтому, когда говорят, все женщины меркантильные, я бы не сказала. Мужчина тоже очень даже меркантильная. Ну, в общем. Как-то потом один раз вот это моя подруга, девочка. Не то, что подруга, но просто во время обеденного перерыва так получалось, что она выходила из своего офиса. я выхожу из своего, а на этаже одна кухня. Мы, получается, там сидим. И она мне говорит, моя мама хочет поговорить с твоей мамой. Я говорю, так они не знакомы. Ну, познакомимся. Даже если у вас там с братом ничего не получится, просто познакомимся. Я маме рассказала всю эту историю. Мама сказала, что категорически нет, не надо. Мы с молодым человеком даже не видели друг друга. Тут уже все, знакомство родителей. Для меня это лично дико. Я считаю, что сначала должны познакомиться парень с девушкой. провстречаться года три. У меня папа всегда говорит, не спеши. У моего отца вообще нет такого, знаете, быстро выдать замуж меня, сплавить и все до свидули. Он хочет, чтобы я была счастлива и всегда боится за меня, так скажем. Всегда мне говорит, не торопись. Не надо. На этом все. Спасибо, что досмотрели. Не забывайте подписываться. Пока.